привет друзья меня зовут дмитрий куликов и сегодня я хочу поговорить с вами о обслуживании газового котла все можно сделать своими руками ничего сложного в этом нету но если вы не хотите сами делать то можете заключить договор с вашей газовой компании специально обученный человек будет приходить и делать подобные процедуры за ваши деньги что называется и так все очень просто сначала перекрываем краны если у вас такие же вот пластиковые краны то лучше их сразу не дергать если вот они эти краны у вас находились без движения где-то около года потому что больше года лучше их разобрать вынимаете заглушку вот такую откручиваете маленький винтик и снимаете и потом ключиком спокойненько все это перекрываете так вот раз перекрыли то есть площадочка она показывает что кран перекрыт почему нельзя так делать потому что как видите вот я попробовал тут и практически пришла ручка в негодность ну как бы пластиковая закисает особенно если у вас плохая вода и так дальше перекрываем отопление так отопление перекрыли дальше выключаем все это у меня уличный датчик стоит он показывает что сейчас на улице 9 градусов в принципе так оно и есть далее у меня вот такой стабилизатор я просто вот его вот так вот вырубаю все котел обесточен поэтому можем спокойно сейчас его разобрать и залезть во внутренности попутно осматриваем чтобы здесь не было видно никаких подтеков как выглядит ваш котел устал крутить руками поэтому будем работать далее вынимаем высоковольтный провод просто он вынимается далее откручиваем турбину и крышку турбины но для начала нужно вытащить все контакты отсоединили теперь вытаскиваем трубочку пресса стата все теперь откручиваем турбину и вынимаем ее все далее откручиваем три таких сморези к вот разобрали далее спокойно это можно помыть то здесь нарастает очень много грязи из-за этого турбинка может выходить из строя потому что получается дисбаланс здесь она напрессована и на подшипник никак вы ее не сделаете только покупать новую турбину ничего с ней не сделаете поэтому надо ее мыть почаще как и сейчас к вид поэтому надо все мыть и и помыть самое главное надо посмотреть чтоб трубочка была вентуре вот это свободная ну и как бы проверить его полностью вот видите он у меня надо крутить сейчас подкрутить разболтался немножко вот это входит как раз в обслуживание котла мыть ее очень просто держите вот так вот за статор и просто струей воды моете никаких щеток здесь не надо чтобы не дай бог не погнуть чтобы не нарушить дисбаланс просто под струей воды и все это вполне будет достаточно итак разбираем теперь уже саму горелку собственно сразу можно уже и рассказать что тут есть испаритель этот нагреватель его только щеточкой или кисточкой можно почистить вот чтобы здесь ничего не собиралась вот и горелку тоже можно снять ее и промыть водой ни в коем случае высоковольтный провод вместе с высоковольтным проводом не мыть ее он откручивается одним саморезиком сейчас я все покажу чтобы открутить горелку у там вот вдали 4 ту же саморезика здесь 2 и там 2 и она просто вынимается берете длинную отвертку и откручиваете можно особо не париться там не доставать их можно их уронить там все равно поддончик где скапливается вся грязь птичка у вас там села на дымоход или мухи там какие-то летают и как сильная вот это подача воздуха в горелку она засасывает и поэтому здесь сейчас увидел сколько мусора мусор тоже это опасная штука он может загореться особенно какое-то перышко там видите горелочка просто вынимается аккуратнее и все далее откручиваете пьезоподжиг вместе с ним никогда не мойте ни в коем случае этого нельзя делать сейчас все это промоем пропылесосим сейчас я вам покажу сколько грязи вот собственно все это идем моем вот что находится тут под горелкой и жуки и бабочки и комары и мошки перья всякие иногда бывают ну в этот раз у меня перьев нету вот так вот выглядит камера сгорания вот так вот внутренности котла все это надо посмотреть чтобы не было нигде потеков все было красиво нигде не окислилась посмотреть если у вас винтом подачи не подается давление в котел то скорее всего забилось вот это вот трубочка вот она гофрированная то есть она снимается отсюда и чем-нибудь тонким какой-нибудь проволочкой или там гитарной струной можно ее прочистить но аккуратнее потому что вот это вот фигня пластиковая смотрите не сломайте очень аккуратненько ну собственно вот так вот выглядит внутренности моего котла все посмотрели сейчас все тут пропылесосим протрем промоем ну и собственно будем собирать также еще немаловажная деталь в проверке котла это нужно обязательно проверить давление в расширительном байке сейчас мы этим тоже займемся пока сейчас все промоем прочистим чтобы было все чисто здесь не надо прикладывать никаких усилий просто вот так смоете видите какая грязь идет просто смываете это аккуратненько слушать чистенько все было просто под струей воды и то же самое с горелочкой просто промывает вот так 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 вот Ну вот теперь все чисто, помыто. Можно теперь спокойненько все это собирать на место, или, как говорится, до кучи. Все, и самое главное не забудьте про расширительный бачок. Сейчас мы его проверим. Давление в расширительном бачке должно быть 0,8, 1 атмосфера. Где-то так. Чтобы проверить давление в расширительном бачке, система должна быть полностью слита. То есть, чтобы давления в системе не было. Делается это очень просто. Перекрываем кран подачи холодной воды. Открыт кран горячий. Включаем на кухне горячую воду. Еще до кучи, что называется, можно вот этот беленький штуцер. На него надеть трубочку или подставить какую-нибудь плошку. И вот его здесь просто открутить. Там очень все просто. Вот он этот беленький. Не знаю, видно. Вот его просто открыли, открутили. Очень удобно к нему подобраться. Крутится спокойно. Вот он. Все закрутили. Все, теперь можно регулировать расширительный бачок. Здесь обычный автомобильный ниппель. Накачиваем сейчас 0,8,1 атмосферу. Накачивать я буду обычным насосом. Он достаточно нормально показывает. Одному неудобно одной рукой. Поэтому сейчас посмотрим. Сделаю. Накачали мы атмосферу. Но самое главное, на этом, ребята, не успокаивайтесь. Как в автомобилях. Берете чуть-чуть слюны. И накрываете. И смотрите. Все. Вроде не сочится воздух. Можно закрывать. Закрывается, ну, просто копачком. Ну, вот, собственно, и все обслуживание. Сейчас все собираем. До кучи. И все. На этом обслуживание котла будет завершено. Ну, и проверить, запустить горячее водоснабжение. Там будет видно уже, там горелка загорелась. Сейчас мы посмотрим. Ну, друзья, в принципе, все собрали. Сейчас включаем краны и запускаем. Но для начала нужно проверить давление. Так как мы слили из системы. Поэтому нужно подпитать систему свежей водичкой. И уже там запускать. Ну, для начала все. Открываем все краны. Ну, вроде все нормально. Включаем стабилизатор. Включился. Самодиагностика. Сейчас он проморгает. Все. 8 градусов на улице. Ну, в принципе, так оно и есть. Ну, и включаем. Все. Сейчас я пойду включу горячую воду. и посмотрим, работает, не работает. Все. Котел заработал. Горелочка работает. Как видите. Все. Сейчас водичка там обгорит. Вот эти всполохи. Эта водичка обгорает. Сейчас будет потом все синенькое. Ну, собственно, друзья. Мы с вами провели нехитрую махинацию по обслуживанию газового котла. Примерно все котлы одинаковые. Примерно все то же самое. Ну, как бы следите, чтобы он у вас всегда был чистым, обслуженным. Это залог того, что зимой вы не замерзнете, будет у вас горячая вода. Ну, конечно, вы скажете, да, можно купить, пойти новые. Ну, они стоят, мама, не горюйте. Новые. Поэтому либо всегда держать деньги в запас, чтобы у вас было на котел, либо вот так вот обслуживать. Ничего сложного нету. Все можно сделать своими руками. Не бойтесь делать что-то своими руками. Ну, а на этом все. Спасибо, что смотрите. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok